МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит радио «Свобода». Я встречался с господином Путиным, и у него есть реальная проблема. Байден об угрозах для США. Его прозву было продолжать намного быстрее публиковать все исследования, которые мы начали. Обыск у журналиста-расследователя Романа Доброхотова. Путин возвращается к имперскому подходу. Украинцы реагируют на тезис Путина об одном народе. Постоянная помощь России. Если бы этой помощи не было, то и режима Лукашенко в Беларуси будет не было. Белсад объявлен в Беларуси экстремистским. Это тема информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня среда, 28 июля 2021 года. Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. Начнем с нового отзыва президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Байден сказал, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в выборы 2022 года в США, сообщает агентство Bloomberg. Своими действиями Россия явно нарушает наш суверенитет, сказал Байден, выступая в офисе директора национальной разведки. Он привел в качестве примера информацию, полученную им в докладе разведсообщества. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в США. В последнее время американские компании подвергаются кибератакам и с требованиям выкупа. Как уточняет агентство Reuters, наибольшее опасение по этому поводу у Вашингтона связано с растущими угрозами со стороны России и Китая. Напомним, в июне Байден встретился с Путиным в Швейцарии. И одной из тем, как сообщалось, был вопрос о кибератаках. Вот фрагмент выступления американского президента. Я думаю, становится все более вероятным, что если у нас будет война, реальная война с крупной державой, это произойдет из-за кибератаки с крупными последствиями. И возможности для этого растут экспоненциально. Я встречался с господином Путиным, и у него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие, нефтяные вышки и больше ничего, вообще ничего. И он знает, что у него есть реальная проблема, и это делает его более опасным, на мой взгляд. Байден также коснулся личности китайского лидера Си Цзиньпина, заявив, что председатель Си крайне серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну к середине века в доминирующую во всем мире экономическую и военную державу. Между тем, издание «Политика» опубликовало аналитический материал о том, что Вашингтон ведет себя осторожно по отношению к Путину. Утверждается, что администрация Байдена воздерживается от персональных санкций в отношении Владимира Путина и его ближайшего окружения по ряду причин, в том числе опасаясь хаоса в России и попадания ее ядерного арсенала в руки непредсказуемых и опасных сил в случае быстрого краха нынешних российских властей. Издание цитирует представителей российской оппозиции, в частности живущего в эмиграции Гарри Каспарова, который призывает ввести санкции против Путина и его окружения. Такого же мнения придерживаются и ряд американских политиков и экспертов. Они указывают на то, что режим в Кремле является клиптократическим, и для его сдерживания США необходимо ударить по самому больному месту многомиллиардным активам за рубежом. Оппоненты Путина убеждены, что он сам является обладателем огромных богатств. Представители администрации Байдена, которого цитирует политика, однако предостерегают от упрощенной трактовки режима Путина как клептократического. Безусловно, у него есть и другие амбиции на геополитической сцене, кроме обогащения себя и своих друзей, говорит неназванный по имени американский чиновник. Представители администрации указывают и на недостаток информации о реальных активах Путина и его окружении. По их мнению, противники Путина преувеличивают возможности спецслужб. Не все активы можно найти, и еще сложнее доказать их связь с Путиным. Перейдем теперь к событиям в России. К Роману Доброхотову, главному редактору издания The Insider, признанного недавно властями России СМИ иностранным агентом, утром в среду домой пришла полиция. У него провели обыск, затем журналисты отправили на допрос. Все это связано с уголовным делом о клевете, возбужденном, предположительно, из-за ретвитов в твиттер-эккаунте Доброхотова со ссылкой на расследование о предполагаемых связях нидерландского блогера Макса Вандерверфа с российскими спецслужбами. Доброхотов проходил по делу свидетелем. Коллега Доброхотова по расследовательской группе Bellingcat Кристо Грозе в интервью моему коллеге Марку Крутову так прокомментировал обыск и допрос журналиста. Что вы почувствовали, когда узнали об обыске дома у Романа и его родителей потом? Вы ждали чего-то подобного? Это шок, тем более для меня, потому что вчера вечером мы обсуждали с Романом именно его перемещение по Европе на следующие несколько недель, потому что мы собираемся встретиться сначала в одном месте, потом в другом, работать по некоторым новым расследованиям, а с другой стороны думать вместе с ним, как ему дальше ввести работу как главного редактора и издателя «Инсайдера» после объявления их функциональной агентой. Так что у нас был абсолютно рабочий разговор, мы реально считали, что встретимся через день. Сегодня я проснулся и первое, что увидел, это его твиттер, и это было как сон, как кошмар. Так что единственное, так могу описать это. Да, я его пытался убедить очень много раз, что такое может случиться с ним. Он считал, что это маловероятно. Во-первых, потому что он ничего, никакого закона никогда не нарушал, даже в наших расследованиях, которые иногда были на границе черных данных и так далее, но он никогда этим не занимался, это всегда мы делали, я делал и так далее, всегда его держал намного дальше от этой возможной инкриминуемой части нашего журналистического дела. Но, видимо, они решили использовать поводом что-то абсолютно неважное, которое стало поводом, чтобы не делать обыски. То есть, пока мы понимаем, что повод для этих обысков и задержания – это обвинение в ревице. А со стороны голландского журналиста или псевдожурналиста Макс Фан де Верф идет речь об одном твитте, в котором Роман после нашей публикации о том, что Бонанза Медиа, который является работодателем Макс Фан де Верф, полностью контролируется военной разведке ГРУ. Роман просто экспрессивно написал твит о том, что как не стоит на журналисту Макс Фан де Верф, чтобы он работал на ГРУ после того, что голландские жертвы столько много было сбито в Боинге. И вот, видимо, это стало поводом уголовного преследования. Это никак не может оправдать обыски у него, у родителей. Столько много часов уже, которые проходят. Видимо, совершенно другая цепь преследуется. И мы все ожидали именно этого, но вариант, который они сделали, оказался неожиданным. Допускаете ли вы, что ваше общение с Романом накануне его предполагаемого отъезда в командировку как-то контролировалось, прослушивалось какими-то российскими спецслужбами, и именно поэтому именно сегодня все это произошло? Это не обязательно должно быть так, потому что у Романа еще были билеты на сегодня. Он должен был летать в Грузию. Его команда других журналистов, The Insider, уже его ждали там. И поэтому не могли бы спокойно через централизованную систему магистраль проверить, что у него есть билеты. И поэтому не надо искать больше конспираций, чем минимально необходимые. В случае они бы и знали, что он собирается уехать. И, возможно, они считали, что он может собираться уехать надолго. По-любому, я думаю, что это совпадение слишком очевидное, чтобы было за случайностью. В заявлении Гуревич говорится, что расследование Bellingcat и The Insider о сотрудничестве Вандерверфа и Бананса Медиа с ГРУ использованы, цитата, поддельные скриншоты их переписки. Расскажите, как вы получили доступ к этим письмам? Письма. Я могу личную репутацию ставить на карту. Здесь ничего, там поделанного нет. Мы получили часть электронной переписки благодаря тому, что она была взломана или другим способом к СНИО попал Black Mirror. Это хакерская группа, хактивисты, которые раньше были связаны с другой площадкой, Anonymous International, и мы получили от них почтовый ящик одного из замов, шефа ГРУ. Мы сами смогли проверить, что да, действительно, содержание этого ящика, оно легитимно, то есть оно там не было никаких подделок, потому что мы проверяли там и подписи, и сигнатуры всех мейлов. Вот нашли там документы, которые нельзя, чтобы у какого-то постороннего человека существовать. Например, там были личные документы детей самого шефа ГРУ, который, видимо, этот и господин Ельченко занимался в свободном от работы времени, он занимался там личными делами своего шефа. Так что вот, в этой переписке мы нашли всю эту корреспонденцию, которая совершенно случайно нас довела до связей между ГРУ и МАЗа Медиа. Наша причина получить эту переписку была совершенно другая. Мы работаем над другим расследованием, связанным с участием ГРУ в отравлениях и взрывах по Европе, и совершенно случайно мы увидели, что они занимаются именно этой большой дезинформационной кампанией по поингу. С тех пор, как вы и инсайдер опубликовали этот материал, Банансы Медиа продолжали свою работу по дискредитации следствия суда по делу MH17, или, что называется, ушли на дно? На какое-то время, видимо, ушли на дно, но появляется активизация несколько недель назад. Мы видим, что они снова получают либо задачи, либо сами решили, продолжат этого. Честно говоря, эффект от этого намного ниже, чем раньше, потому что раньше даже в Западной Европе считалось, что это, может быть, не очень обоснованное, но все-таки имеющее право на жизнь, альтернативная точка зрения каких-то независимых журналистов. Сейчас, по крайней мере, в Голландии, например, где базируется основная часть сотрудников Бананза, такого понимания фактов нет. Все понимают, что это был проект, связан с ГРУ, и что нельзя вообще обращать внимание на их дезинформацию. Кстати, кроме того, что мы его публиковали, можно сказать, что еще две независимых других экспертиз доказали связь между ГРУ и Бананза Медиа. С одной стороны, это был годовой отчет службы внешней разведки в Голландии, которая назвала Бананзу проектом, связанным с военной разведкой России. Во-вторых, три дня назад в журналистической комиссии в Голландии, которая расследовала журналистические, это как типа апелляционный суд для журналистов, была подана жалоба от одного из людей Бананза Медиа, которые жаловали, что наши статьи их связывают с ГРУ. Но вот этот совет журналистический, он полностью прочитал все исходные данные и заключил, что действительно есть связь между ГРУ и Бананза, и что нельзя уважить это требование. Но каких-то юридических последствий в Голландии для самого Вандерверфа, это все ему не угрожает какими-то юридическими последствиями в его стране? То есть никаких расследований против него в связи с сотрудничеством с ГРУ там не ведется? Нет, Голландия это одна из самых либеральных свободных стран в Европе, где сотрудничество с иностранной разведкой не инкриминируется. Если бы то же самое случилось с немецким гражданином, например, или с австрийским, они давно были бы арестованы. В Голландии ты можешь сотрудничать с иностранной разведкой. Сейчас твит Романа, о котором Гуревич пишет в своем заявлении удален. Понятно ли, когда и почему это произошло? Возможно, это произошло после того, как он посоветовал с адвокатами, чтобы уменьшить то, что называется продолжающее преступление. То есть если суд России согласится с требованием жалобы, что это был деформационный твит, то для Романа было бы лучше, чтобы он удалил это, и чтобы это не продолжало свое действие. Поэтому я считаю, это чисто такое митигирующее действие на основе какого-то совета адвоката. Но, с другой стороны, это же его личное право, личный твит. Мы публиковали факты, оставили толкование нашим читателям. Роман взял более экспрессивную, более эмоциональную позицию и объяснил, как он считает эти факты в своем твите. Я считаю, что твит именно для ТВС, чтобы мнение и его позиции гражданские писать, и поэтому не понимаю, как этот твит может расцениваться как деформационный. Ограничит ли это как-то деятельность Беллинг? Спрошу прямо, расцениваете ли вы эти события как способ взять своего рода заложника в условиях, когда до вас самих российские власти дотянуться не могут? Я считаю, что это очень вероятное объяснение тому, что происходит. Может быть, не самое вероятное, но в степени вероятности 30-50%. Мы это обсуждали с ним, то есть как возможность. Что мы должны сделать, если будет взятие заложника? И его просьба была продолжать намного быстрее публиковать все расследования, которые мы начали, но чтобы было очевидно, что это не даст никаких результатов. Мы так и сделаем, если он будет задержан. С Христо Грузимом беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». На сайте Кремля недавно была опубликована статья Владимира Путина, в которой российский президент выразил мнение, что русские украинцы с точки зрения исторического развития по сути являются одним народом. Публикация вызвала дискуссию с мнением Путина, в частности, не согласились многие украинские историки. Что думают по этому поводу украинцы, попыталась выяснить социологическая группа «Рейтинг». Рассказывает Владимир Ивахненко. Один из вопросов, адресованных украинцам в ходе исследования группы «Рейтинг», был сформулирован так. Недавно президент России Путин заявил, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Согласны ли вы с этим? 41% согласились, а 55% не согласились с таким утверждением президента России. Точно такой формулировки, как в опросе, в статье Путина не было. И это могло ввести часть респондентов в заблуждение. Убежден украинский политолог, научный директор фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Алексей Гарань. Они связали в один вопрос две разные формулировки. Потому что одно дело говорить про один народ, и тут украинцы будут против. Другое дело говорить, если у нас историческая и культурная общность. Потому что, ну да, она была. И Советские Союзы, и Российская империя, и православная цивилизация, и все такое. То есть это было. Они слепили две разные цитаты. Первый абзац статьи – Путин говорит «один народ». А во втором абзаце он говорит, что у нас общее пространство и так далее, и так далее. То есть это из двух разных мест. Они почему-то это связали в одно. И в результате, ну вот получилось то, что получилось, потому что это сбивало с толку людей. В этой статье четко говорится, повторяется тезис Путина о том, что украинского народа как отдельного нет. На самом деле это противоречит даже советскому подходу. Это противоречит тому, что говорил Ленин. Ленин говорил, что злейший враг – это великорусский шовинизм. А Путин возвращается к имперскому подходу, к царскому подходу. Это цари говорили «один народ, одна вера, один самодержец». Это, в общем-то, отрицание существования Украины как государства, отдельного народа. Но это бред, маяшняк. Давайте называть вещи своими именами. Говорить, что украинцы и русские – это один народ – это бред. Этого нет в статье, но он говорил раньше. Это один этнос, но это вообще уже верх безграмотности научной. Ну какой один этнос? Безграмотности цинизма, политической манипуляции и так далее. Он говорил, что да, что это один народ, запятая один этнос. С политологом Алексеем Горанем согласен и заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха, который также обращает внимание на не совсем корректную формулировку вопроса в исследовании группы рейтинг. В принципе, конечно, в таких случаях лучше давать каждое высказывание в отдельности. Поэтому, я думаю, если они имеют высказывания разные, в общем-то, смысловое содержание, то могут быть трудности в некоторых респондентах. Но главное не в этом. Я все равно считаю, что даже показатель 55% уже свидетельствует о том, что большинство граждан Украины вообще не воспринимает это. Тем более, если учесть тех, у кого вообще мнения своего нет. Я не знаю, почему это так. Может кого-то смыслить. Уже сам факт полученных такого рода данных есть в том, что высказывание Путина не воспринимается большинством граждан Украины. И это вполне понятно, почему. И уже никогда не будет восприниматься. Потому что люди, украинцы, казались гораздо более 50% профессиональными историками, чем Путина. Потому что народ в данном случае, они понимают, как люди, объединенных в рамках одного государства, а не объединенных языком или какими-то отдельными историческими обстоятельствами. Глава исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24» назвал недавнюю статью Владимира Путина идеологической подготовкой Москвы к вторжению в Украину. По словам Саакашвили, то, что сейчас происходит вокруг Украины, сильно напоминает события, которые происходили накануне войны России против Грузии в августе 2008 года. Возможно ли новая военная операция России против Украины? Политолог Алексей Гарань. Путину не нужен оккупированный Донбасс. Путину нужна вся Украина. Что будет делать Путин? Мы не знаем. Есть какие-то рациональные ограничения. Но кроме этого, у Путина есть и рациональные мотивы. Идеологические мотивы. Мы ничего не можем исключать, когда мы говорим о действиях диктатора. И надо сказать, что Путин, к сожалению, он не одинок. Это так в значительной мере думает кремлевская элита. И многие россияне попали под влияние путинской пропаганды. В 2014 году кто-то вообще мог представить, что Путин пойдет на нарушение всех договоров и оккупирует Крым? Или кто-то мог представить, что русские будут стрелять в украинцев, в русскоязычных украинцев и убивать? Что Путин двинет регулярную армию на территорию Украины? В это никто не мог поверить. Но, к сожалению, Путин это сделал. Ну вот делайте выводы. От Путина можно ожидать всего, чего угодно. Но, к сожалению, Путин не одинок. Это вообще взгляды кремлевской элиты, которая не понимает, что такое Украина, но пытается вернуть Украину в состав какой-то там империи, Евразийского союза и так далее, и так далее. Говорил политолог Алексей Гарань. Владимир Ивахнинко. Для Радио Свобода. Киев. Поговорим о событиях в Беларуси. Суд в Гомеле признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала Белсат. МВД предупреждает, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста. Белсат – польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан в 2007 году и позиционирует себя как первый независимый телеканал в Беларуси. Канал освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года. Заместитель директора канала Алексей Дзиковицкий прокомментировал эти действия белорусских властей в интервью корреспонденту Радио Свободы Любови Чижовой. Телеканал Белсат признали в Беларуси экстремистским, что это означает для журналистов с юридической и практической точки зрения, что им грозит и что они собираются делать сейчас. У нас нет точной информации, у нас только часть этого письма властей. И там написано, что материалы, наш портал, соцсетях и так далее, фронтоканал не признан экстремистским, хотя мы где-то там внизу документа есть. Его еще надо нормально изучить. Что касается каких-то последствий, то надо помнить, что Белсат, в общем-то, за все свои почти 14 лет существования никогда не имел хорошей жизни, скажем так. Мы никогда не были аппетитованы, наших людей постоянно рисовывали, убивали некоторых. Много у нас выбирали аппаратуры, сказать, что до конца февраля этого года двух наших журналистов вообще посадили в черную на два года. Поэтому особо это для нас ничего не меняет. Вопрос в том, что, естественно, теперь тяжелее люди будут опасаться распространения наших материалов, то есть ссылок на наши материалы или друг другу присылать. Ну вот это, в общем-то, единственное. А еще нужно тоже понимать, что в Беларуси, в общем-то, сейчас мы имеем отношения с абсолютным беззаконием на всех платформах. И то, что они называют нас экстремистами, эти люди, которые сейчас держат власть в Беларуси, они должны были бы себя называть экстремистами, потому что не мы, не независимость от массовой информации, не только мы признаны экстремистами, а это люди, которые работают на государство, они там сотнями тысячами посещают людей, берут, так сказать, пен, содержат в душных камерах, пытают, дают сроки огромные и так далее. Вот это не это речевика в собственном народе. Поэтому экстремисты это уж точно не мы. И мы очень тоже сомневаемся в легитимности вообще постановлении этих так называемых судов. Почему режим Лукашенко стремится посадить или выдавить из страны журналистов? И помогут ли вот эти репрессии остановить деятельность СМИ по освещению событий в стране и преступлений режима Лукашенко? Я думаю, что это люди, которые никак не могут понять, особенно главный предводитель хунта, никак не может понять, что народ его устрируя не любит. И как это, сотни тысяч людей выходили на улицу протестовать, может ли это возможно? Ну, значит, это кто виноват? Ну, наверное, это виноват айтишники средней класса. Это они там позажирались, давайте сейчас их начнем душить. Бабарыку банкира. Они задушили всех этих активистов, смотрят их, народ дальше не любит. Ну, кто виноват? Ну, наверное, кто-то же виноват не может, народ так просто не любит. Значит, надо виноват в средствах массовой информации, которые показывают все по-другому, чем в государственном телевидении. Теперь они подумают, что если вот сейчас они уничтожат, закатают в асфальте все по массовой информации независимые, вот, то, наверное, точно народ их сразу же любит. Ну, что является куберностью? Мы не имеем отношения с устатальными зачисткой информационного пространства, что касается средств массовой информации, независимых. Вы спрашивали о том, как освещать, естественно... Остаются ли какие-то возможности, да, у вас? Возможности остаются, естественно. Дело в том, что надо тоже понимать, что в Беларуси уже очень давно, многие годы информация из право-властных источников, она была очень газированная. У нас практически все было не секречено, там, начиная от Министерства обороны, что там еще можно понять, чуть ли не до Министерства личной промышленности, или как оно там называется. Все это как государственная тайна, и поэтому особенного доступа у независимых журналистов к информации из государственных учреждений и так никогда не было. А что касается освещения там каких-то протестов и преступлений режима, как вы говорите, то надо тоже понимать, что мы живем в 2021 году, к счастью, а не там в 91-м. У каждого практически есть с собой смартфон и интернет, пока еще в Беларуси, как в мировой сети не отключились, со своими интернетами не созданы, вместе с Россией. Поэтому мы получаем массу всяческих снимков, информации, фотографий, видео и так далее. В большей степени нужно будет, естественно, надеяться на вот такую общественную журналистику. Алексей, скоро протестом в Беларуси исполнится год, в начале августа, 8 августа. Какой это ваш личный итог этого года? Чего добился режим? Каковы настроения в обществе? И что будет дальше, может быть, вот так я вас спрошу? Этот год, если эти самые годы очень важны, белорусский народ проснулся снова после 25 лет такого литургического сна, когда как бы было такое социальное соглашение с властями, что вот именно мы там делаем, что хотим бы вам жить, работать, не мешаем работать. Но это социальное соглашение, оно как бы закончилось. И люди поняли, что даже если они неплохо зарабатывают, могут путешествовать, то это не все, но знающие свободы, а им просто плит лицо, забирая выборы. В круг раз выборы. Потому что это пробуждение, оно, несмотря на все технические усилия режима, потому что бы задушить, терроризируя своих граждан, я тут тоже в скобке признаю, что я тоже, по-моему, как и многие, не мог себе представить, насколько мощный ресурс этого режима, насколько много претерианцев, которые могут просто вот так вот выступать против собственного народа. Но тем не менее, то, что проснулось, задушить, по-моему, если нужно, то только на некоторое время, и рано или поздно, это все равно развалится. Причем, мне кажется, это случится просто мгновенно. И, как у нас здесь один из ключевых факторов, это постоянная помощь России. Если бы этой помощи не было, то и режима Лукашенко и Беларусь уже дали не было. С Александром Зиковицким беседовала Любовь Чижова. На этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова